Всем привет! Мы на канале Все и Дей. Сегодня с вами будем делать арабскую питу. Да, у меня уже видео это было, но в комментариях многие пишут, что у них не получается арабская пита для так, чтобы она у вас надулась. Хотя, по сути, это простая репешка с солью. Ничего особенного в ней нет. Ну, наверное, всех привлекает ее надуваемость. Ну, это видео будет специально для тех, у кого не получается делать арабскую питу на сковородке. Мы ее сделаем без сковородки. То есть, я вам покажу еще один способ приготовления этой самой лепешки. Она также будет надуваться, но делать вам практически ничего не нужно будет. Вот, сделаем ее без сковородки и покажу, как делать это на сковородке. Как ее нужно переворачивать или сколько раз, ну, так можно сказать. Ну, для начала сделаем тесто. Тесто обычное, такое же, как и для любой питы. Это мука, горячая вода обязательно, соль и подсолнечное масло. Можно взять сливочное масло. Тесто замешиваем. Все в одну посудину. Добавляем туда муку, воду, масло, соль. Замешиваем, перемешиваем, раскатываем. Потом запаковываем в пластик или в пакет какой-нибудь. И оставляем на 20-25 минут, для того, чтобы тесто у нас отдохнуло и приобрело свою консистенцию. После чего мы начинаем уже работать непосредственно с тестом. Раскатываем его на определенную толщину. Ну, и давайте тогда сейчас к этому и приступим. Пока что будем катать наше тесто. Сразу включите сковородочку, для того, чтобы она нагрелась. Как говорится, накалилась. Да, сковорода должна быть очень горячей. Также включите духовку. Второй способ будет у нас приготовление питы в духовке. Ее надо будет прогреть как минимум до 200 градусов. Именно прогреть она должна быть горячая. И противень, на который вы будете класть саму питу, лепешку уже раскатанную, тоже должен быть горячей. Я сделал небольшое, не очень много теста. Потому что мне питы нафиг они не нужны, в принципе. Я просто показываю вам, как можно их сделать. Потому что много комментариев, повторяюсь, то, что питы не получаются у людей. Раскатываем тесто. Не знаю, можете скалки раскатать, можете руками раскатать. Вообще, как бы, без разницы. Кто как хочет. Добавляем немножечко муки. Раскатываем тесто толщиной в 3 мм. Толще делать не надо. Можно даже сделать 2,5 мм. Будет еще лучше. Вот так вот, в принципе, я раскатаю. Но я буду делать вот такого диаметра. То есть, мне большие питы не нужны. Я лучше сделаю маленькие питки. И будет удобнее, по крайней мере, мне их есть. Поэтому буду делать через кольцо. Ну, так чуть-чуть раскатали. Можно скалочкой помочь докатать. Чтоб была ровная сама пита. Ну, вот наша толщина, как видите, да? Ну, приблизительно миллиметра 3 здесь есть. Больше нам, в принципе, и не нужно. Ну, и я просто-напросто буду вырезать вот такие маленькие кружочки. В дальнейшем это будут наши питы. Значит, 2 питы я отправляю на коврик. Ну, это специальный коврик для выпечки. Чтоб не класть на противень. И после того, как нагреется наша духовка, сразу же отправляю туда эти 2 штуки. Ну, а остальные 2 питы делаем на сковородке. Сковородка почти нагрелась. Осталось совсем немного времени. На сковородку ничего наливать не надо. Никакого масла, ничего. Просто закидываем туда раскатанное тесто. И ждем 3 минуты с одной стороны. Нам надо, чтобы снизу полностью тесто все прожарилось. То есть, не было никаких сырых мест. Поэтому 3 минут, в принципе, вполне хватит для того, чтобы нижняя сторона у нас поджарилась. По истечении 3 минут переворачиваем. Как вы могли заметить, прошло пару минут, она уже начинает сдуваться. Вот, видите, она начинает отслаиваться друг от друга. То есть, верхний слой от нижнего. Потому что нижний слой у нас уже запекся, а верхний слой еще сырой. Видите, она начинает сдуваться. Ничего сложного в ней нет. Она по-любому поднимется. Практически все питы поднимаются. После течения 3 минут, видите, она нас поджарила. Сейчас мы ее переворачиваем на другую сторону, чтобы поджарить вторую сторону. И она у нас начинает опускаться. Опускается она потому, что нижняя сторона, на которую мы перевернули, еще не готова. Она сырая. Поджариваем с той стороны, потом переворачиваем обратно, и она у вас опять будет подниматься. Даже сейчас она у вас поднимается потихонечку. Так как горячий воздух начинает заполнять полое пространство внутри самой лепешки. Вот и всего лишь. Ничего сложного в приготовлении этих лепешек не вижу. Не понимаю, почему вы все пишете, ну не все, но большинство пишете, что у вас ничего не поднимается. Либо вы тесто неправильно делаете, добавляете в холодную воду, а не горячую. То, что тесто для таких лепешек должно быть заварное, а не просто пельменное, грубо говоря. Ну, вот смотрите, сейчас мы обжарили, да? Она у вас как бы приподнята, но не до конца. Переворачиваем на вторую сторону, и смотрите, что будет происходить. Она начинает подниматься. Она у вас увеличивается в размере. Переворачивать надо три раза, если вы хотите, чтобы ваша лепешка стала круглой. Если есть секрет. И второй способ приготовления лепешек в виде пит, которые надуваются, это в духовке. Я их уже поставил. Духовку разогрел до 200 градусов, и в течение 10 минут они сами по себе там приготовятся и поднимутся. Наблюдайте. Вот, ребят, два способа я вам показал, как делать питы так, чтобы они у вас поднимались. Первый способ на сковородке. Обязательно после того, как вы приготовите, сразу надо убрать в полиэтиленовый пакет или завернуть в пищевую пленку, чтобы они у вас не высохли, а стали мягенькие, и их в дальнейшем можно было кушать нормально, а не ломать себе зубы от них. То же самое делаем мы с питами, которые находились у нас в духовке. Так как в духовке они у нас высыхают и покрываются такой красивой корочкой. Поэтому их тоже надо положить в пакет, чтобы они чуть-чуть помякли и были уже мягенькие. Смысл пит не в том, чтобы они были надутые, а в том, чтобы у них было карманы, в эти карманы можно было что-то положить. Даже если они у вас не надуваются на сковородке особо сильно, они все равно будут образовываться в карман. Если карман не образовывается, значит, вы неправильно просто сделали тесто, и все. Здесь никакого секрета нет. Ну и давайте я тогда уже покажу вам, что везде есть карманы. Разрежу просто питу. Первую. Как бы карман есть. Карман есть. Но здесь у меня она разорвалась. Питу, которая готовилась у нас. Она, конечно, чуть посуше, но карман также существует. Ну, эти питы я сделал просто как пособие, что ли. Они не для такого, чтобы в карман засовывать. Я их просто съем. С каким-нибудь, не знаю, сыром там, например. Поэтому готовьте, делайте просто правильно тесто, и у вас все будет получаться. Все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok